На родном льду и разгон быстрее, и по шабе бьешь точнее. «Авангард» тренируется дома впервые за 4 года. Новичков в этом сезоне больше 10 человек. По разным причинам, пока не все игроки добрались до Омска. В первую очередь сложности вызывает оформление виз для легионеров. Но Кристиан Ярыш, новобранец из Словакии, уже на месте и тренируется с другими. Сам он пока русским не владеет, поэтому в общении спортсмену помогает переводчик. Эмоции потрясающие. Сегодня было крайне приятно выходить на лед. На глазах у наших местных омских болельщиков большое спасибо за поддержку. Придавало большой энергии, поэтому очень хорошее впечатление после тренировки. Как иностранцы в составе «Авангарда», так и спортсмены из России получили одинаковую программу тренировок. Насколько серьезно хоккеисты отнеслись к занятиям, покажет старт сезона. Но для начала нужно найти общий взгляд на игру. Первая тренировка, на самом деле, очень много новых ребят. И важно очень успеть как можно быстрее донести систему. Поэтому очень много, думаю, будет первые две недели тактических упражнений. Плюс поэтому и делайте два льда в день, чтобы первой было побольше бегов, наверное, на функционалку. А вечером, наверное, будет больше тактики. Войдет ли в основной состав команды молодежь, пока трудно сказать. Многих ребят еще не видели в деле. Но тренерский штаб уверяет, каждый получит шанс. А воспользуются им или нет, уже другой вопрос. Все будет зависеть от того, как игроки покажут себя на льду и приспособятся к тактике, которую команда выбрала на новый сезон. Главный тренер Дмитрий Ревыкин откровенно заявил. Он не считает, что нужно полностью менять систему Боба Хартли, прошлого наставника Ястребов. Однако есть планы по ее корректировке. Дать нападающим больше свободы на поле, пересмотреть задачи конкретных звеньев и сделать пятерки более сбалансированными. У нас будет звено, которое будет играть здорово в обороне, которое будет играть против, скажем так, лидеров других команд. Но я верю, что имея три игровых звена, тебе намного легче выиграть игры, чем имея, скажем, два плюс два. Ястребам только предстоит дать первый бой соперникам. Но Ревыкин уже отметил важность отдыха для хоккеистов. Если в прошлом году команда использовала трехнедельный цикл тренировок, в этом году он будет двухнедельным. Решение связано со стартом нового сезона на выезде. Частые перелеты могут плохо отразиться на состоянии игроков. Накануне КХЛ опубликовала календарь чемпионата. Весь первый месяц Ястреб проведут в гостях. Триумфальное возвращение на домашний лед состоится 1 октября. Пока новая арена не готова, команду приняла хоккейная академия. Уже 27 июля мячей ждут здесь на товарищеской встрече между авангардом и омскими крыльями. Продолжение следует...